Уже машины шли по деревням, но это все начало было. А дальше аппетит приходит во время Южи, наполеоновские планы, и дальше уже Игнать Тихонович туда, дальше уже в другие страны. Вы вдвоем, они один сзади, другой... Ну да, я когда и один ездил, договаривался. Ну так обычно вдвоем, да, потому что Господь, вот твой учеников, я посчитал, там 35 групп. Да, ну он сейчас может там... Бывает, он даже там сидит, что-то, товарищ капитан, да? Товарищ капитан. А что на твоих? Прикрамывает маленько. А как же? Как Николай Афрок. А как же до Мурманска-то так прикрамывает, а не пойдет дело. Это серьезно. Коленки болят, да? Да. Надо подлечиться. Да и не это. Выдалили все. Да. Вот, брат, как раз. Очень любит астрономию. Да? Да, и привез тебе подарок. Я же такой, я знаю. Ну вот по этой части. Я с Володей пили. Это да, это шли тебе. Ну ничего не вот... С пищиком? Пищиком. С пищиком по грязи-то еще раз. Да, я быстро проеду. Володя только сливал. Идет, идет. Идет, идет. Володя, сливал. Ириев, да. Порезь. Вот ваш земля. Это. Да? Да. Да. Рисорый. 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 Спасибо. Здравствуйте. О, здрасте. Я их оставил здесь. Неудачные такие. Что там мы любим? Ну все, могли сделали. Видите, стояла погода в 30 тысячам градусов. Вначале делали тейко пирс, и сразу приторопились. Ну ладно. Значит погоды ждем. У нас еще есть два дня. Минимум два дня это. Да и в субботу. Пирс надо сделать. Где крещение будет. Нынче впервые лед вырвал, все и разнес. Вообще еще нет. Не знаю, то ли воды была осенью мала, а потом лед. Ну подняло лед вообще еще не держит. Все застыл. Ну. Так, это вот у нас как-то не сейчас-то. Чего нет? С машины так? Да ничего, все. Он сейчас поставить ее хочет. Ну вот. Мариаса тоже не зима троется. Он уже сразу сидит в бойке на Неве. Ну что, узнал? Вокруг? Ну вокруг, так все равно доброе. Там Андрей пока мясо сдал. Андрей ездил. А, мясо сдал. Да, да. Накормили? Накормили. Так, ну дело такое. С Александром Сергеевичем ты уже тут в начале беседуешь. Да, да, да. Видите, детский лагерь. Это вторая площадка для них. Видел? Что ты делаешь там? Да. Нет еще. Да куда-то оттуда. Зайди. Зайди. Просто гляну. Гляну. Вокруг. Ага. Здесь орехи. Видишь тут? Ага. Здесь орехи. Видишь, тут? Ага. Здесь орехи. Здесь орехи, здесь орехи. Выше стать это девушкой. Разутые? Это самолиния. Партует. Ага. Там ее 86 наград. Первые места Колина занимает на пиамин? Ааа, ну. Фортепьянок. Это море вообще без галин? Угу. И еще опять она первая мера была. Ну, там такие сложные вещи. Интересные иногда играют. Мне нравится весеннее. Что-то такое, как птички с щебечь. Красивый. Вот видишь, такие? А тут становится вот... Это тарзанка. Вот они вот закладывают. Сейчас всё тут. Пощадку, поедет. Говоришь, что мы сейчас ногами ударим на туалетку? Нет, этого нет, этого нет. А это, короче, билет со стороны. Этот раскачивается, а тот стоит у него два. Менок было нельзя. Немогли мы рассчитать. Это такая причина, что они друг друга могут задеть. Поэтому, когда один вот так сильно раскачивается на ногах, вон как ей хорошо. Их мать здесь и их четверо ребятишек. Это Галина у нас. Да, Галина. А там вторая у них Леонида, Агния и Тарасия. Ну а Тимокрейт уехал за врагу. Маленький, самый маленький, да. Который в разводе с отцом, Батугин. Вызвал его, прилетел из Москвы. Они в разводе с женой, что-то не узнали. Ну пацан полузамкнет, не с тем не общается. Поехал он уже не таким. У меня были такие, что приехал он целый год и не разговаривает. А люди не знают, тот ребенок там замкнутый. А у него, какой два с половиной года что-ли было, отец на глазах его убил мать. Ее бросил, и он там труппе сидел там. Ну представь, что у него. И он здесь не разговаривал. Ну у нас побыл и внезапно он заговорил. То есть он увидел, что все по-другому. И все время читается Слово Божие. Господь как-то лучше. И люди этого не знают. Они ищут какие-то слова. Слова Христову нужного, чтобы он почувствовал Родину. А Родина это небо, которое Бог дал людям, соединил. А люди потеряли это все. А это с Никитой копали столбы-то я вот так вот, да? Да, это надо, это веселее. Столбы-то копали. Ну, не выходит рост, ему надо ногу поджимать. А тут брюси рядом. А Никита так не видно. Никита? Да. А где он? Он у Надежды Васильевны на огороде. А, на огороде она позвала. А что он там делает? Накучивает картошку? Сегодня? Тяпает, да? Не слыхал даже такого. Ну, все-таки хотят делать. Она оставалась там с одной сестрой, болела. И надо было, мы ее добивали, чтобы она сделала завещание на одного человека в Патрянке. Ну, ей помогали. Она решила, ее квартиру отбили не надо. Берешь на тряп, а деньги потратили. Она ему жизнь не идет. Мы молимся. Мы должны содействовать. Ну, решился вопрос? А? Вопрос решился? Надежда Васильевна сказала. Ну, она решится, решила. Она та женщина... Себе на уме покажет. Она сильно просила полное погружение. Но у нее с сердцем так плохо было, что там договорились со священником. Это уже второй раз пустили. У нас очень хорошее отношение с теперешним митрополитом. Ну, да, смотрел, конечно. Епископ, а теперь три партии. Они не соединили, а разделили на три. Но ему подчинялось. Он как глава митрополии. Люди-то, которые что-то ворчат. Главволю, там, напротив нас, там, сектанты, там, бактисты. Это вообще безумие полное. То есть, если я сектант-бактист, а митрополит приезжает и сужу вместе прищищается, его немедленно по всем канонам надо рубить. То есть, совершенно безумные речи говорят. До тех пор, пока человек вместе прищищается, нет вообще малейшего основания никакого говорить. Тем более, не просто, я отрешел тайну. А он по этой грязи приезжает сюда. Вы видели все это? В интернете стоит здесь. Мы снимаем и... Паша, не надо сильно раскачиваться. Ты ударишь ее? Я же сказал. Остановись. Остановись. Она может задеть ее. Остановись. Он не понимает. Останови его. Это мальчишка, вот, качается, с Казахстана приехал. Ну, убегал от бабы. Баба с ним приезжает. Она приняла крещение здесь у нас. На кухне работает сейчас. Приехала. А он убирает. На вокзале, видите, она его теряет. Ну, я ее дал пилить здесь. А он раз, убежал в кухне. Ну, я в кухарке сработал. Нашел. Сдул его, как следует. Крапилы везде много. Ну, только отошел на рынок. Он опять. А тут я на ходу схватил. Я только отодрал. А он тогда и спрашивает. А ему было 4 года. А если я убегать не буду, вы меня бить не будете? Я говорю, нет. Он больше никогда не убегал. Все. В течении 5 минут он получил то, что хватит на всю жизнь. И еще никакого погребения. Ничего нет. Сейчас, главное, выставили в интернете. Рамка такая. И написано. Лечебное свойство крапивы-отодрать по жопе. Как написано? Детское лекарство. Это массаж. По тому вот писанию. Мы сегодня об этом много разговаривали. Тут у нас приехал, как я думаю, специалист. Ну, не знаю. Я говорю, что я получил. Сергей Сорокин. Это Димитрий Сорокин. А, супруга? Да. С женой с ребенком и с матерью. Он-то уже принял все от ботистов. А она все еще за свое держится. А уже возражений ничего нет. Я думаю, возражений нет. Она просто, друзья, все там. И не знает, как выставить. Ну, и сегодня стоит ребенок там, ногой с грязью. И он разминает. Я говорю, зачем это решать? А он ее тянет и тянет. А он уже за остальные годы. Большой ребенок был. Это большой, считайте. Муж рядом. Он у него за ороку. Он из него вырывается. Я говорю, что он совершенно неправильно распитывает. Отпустите. Слушай внимательно. Назарить. Удар нельзя. Смотри, грязь. Я растираю воду. Теперь больше грязи. Иначе я тебя буду брать. Теперь я говорю, уйди подальше туда. А он не минуты, а секунды. Она все время держит. Она уже им играет. Она и воюет. Это Дев Толстой описал скрепь. Все. Он с ней не подходит. А когда он у него стоит, он ее за орк. И ты не бери его. Он самостоятельный. И он ни разу больше туда ногу нет. Они глядят. Он вообще... Они не могли удержать его тянули. Он, ребенка, интересно, в грязи. Теперь он берет рядом пыль и в воду бросает. Вот теперь стомасал пришел, разгружает его. Лужу уничтожает. Его трогать не надо. Ничего он плохого не сделал. Не надо трогать. Но в рамках этой законности дать ему полную свободу. Не надо его трясти, ребенка. Он стоял и больше ничего нету. Вы понимаете, первый урок очень успешно прошел. Вы делаете неправильно. Во-первых, не по писанию. А во-вторых, вы сами мучаетесь. И дальше вы не знаете, что делать. Любовь, которая вас должна растянуться на 70 лет к родителям, вы вложили ее в 7 месяцев. И поэтому дальше ничего не остается, кроме ненависти друг друга. Я в 44-й год занимаюсь здесь. И приезжаю туда же... Директор Костровского института привезла туда, к Ферме Дене. Где мы учили, где что там... Месяц пройдется, наркоманил, полностью уходят из них. Ничего, ничего не знаю. У меня образовало меня. Я просто люблю это дело. Люблю их так, как видится мне, согласно Слову Божию. Вот они там рвут лопух. И рвут из вот такой беды. Я тут все рвут. Я им не разрешал это. Никакой беды в этом нет. Никакой. Главное разуться. Вот она стоит. Ливия в лапе. Она качается. А разу его качается. Там другие фиги качаются. Ему это вложено. Он уже не трогает. Спрашивает. А как с ложью бороться? Ребен на полушонке. Вот лагерь, новые дети. И ни одного разу никто не поддал. А почему? Я сразу предупредил. Наказание увеличится ровно 10 раз. Если один горячий, получишь 10. И они как-то ты что-то сделают. Они бегут и сразу говорят. Я тебе накажу все равно, раз ты что-то раздешь. Но накажу так, просто для памяти тебе. Или что-то лишу. Или не купаешься один раз. Просто так он сказал и с рук сойдет это нет. Но он понимает это. Иногда я предлагаю. Какое тебе наказание? Ну, чтобы не разговаривать до обеда. Вот и возьми. Если будешь разговаривать, по полной программе получится. И он до обеда болтал. И теперь он учится держать язык. Он сам избрал. Никакого насилия нет. А перед тем как наказать, мы молимся всем лагерем. И закончилось. Мы опять молимся. Мы на молитве плывем. Вот так. Видишь как? Вот это девочки одна такая с избыточным дедом. Ну, у нас колечка там золотистая диета. Она села до обеда, побыла. А другие садили. У нее нормальные вещи. А в прошлом году были такие крепкие ребята. Ну, они сели и неделю больше не сходили. Утром, вечером, в обед вот такой поем. А рядом столы в любой момент садись. Я тебя туда не садил. Это вырабатывается вчера как конзю. Вот она отломила теперь ветку эту карапиву. То есть, чтобы взять ее репьем. Понравилось. Все берут. Ну, а теперь дальше что он будет делать этой карапиве? Он делает все пока в пределах разрешенности. Ну, если карапива сейчас будет подносить карапиву, то не надо ему мешать. Тут странно он получит то, что это требует. Ну, сейчас не посягает ни на счет достоинства. А один трясет карапиву. По днем карапиву. Надо посмотреть что. Не бросать охотник. То есть, он уже начинает где-то поближе. Ближе этот карапив. Почему он куда-то может? Да. Сейчас я попробую. На запись всегда слышно, что ветер потеряем. Всегда так шумит листва. Ну да, здесь же открытое пространство. Тут ветер гуляет здорово вообще. Ну, конечно. У нас, что идет и залез сюда. И самая большая ферма у вас есть. Какой это саконапанец? У нас, это и доставка, он дает, что его на снимать. У нас, в улице, у нас, сюда срегулись. Ну, ты что делаешь? Ну, зачем ты так делаешь? Ну, вообще, он вам в этом мире не мешал. Вот ты берешь его залез и должен подставлять стараюсь. Вы не переходите брать. Человек это меня. Это приехали. В ней тоже есть. Это вы не меня. Ну, това у нас есть. Това. Хорошо. Хорошо. Пока. Посмотрим. Вот, как мы подарили себе. Как мы то решили. Паправило. А, я же потом принадлежа. Так, что мы тогда решили? Эндика. Я могу вашего? Да, да, я. Или она на меня, а я на меня. Покачайся с ней, а пока она хащается. Покачайся с ней. Покачайся с ней, я тебя прохожу. Пожалуйста! Покачайся с ней. Собирайся с ней, я иди. Покачайся с ней. Телефон? Нет, это плохо. Я зашел. Говори Так, слушаю, кто звонит? Понял, понял, вы где сейчас находитесь? Да, конечно То есть завтра, завтра вы у нас будете... О, не пропусти! Перед этим будет станция Ребреха, перед этим будет Вы можете даже подойти к водителю, там долго стоять, и скажите, обязательно остановитесь Иногда они проносятся, но никого нет на станции К машинисту можете... Да, на станции Ребреха, под Степной еще Ну, через под Степной, через одну нашу Ребреха, Ребреха, большая станция И мы тогда подходим к машинисту и говорим, чтобы обязательно остановился Он, да я остановлюсь Ну, неплохо В Ребрехе, в самой, в Ребрехе Он долго стоит, минут десять, и можно подойти, сказать машинисту Скажи, обязательно остановитесь, я слажу Он остановится, но на всякий случай, бывало, что и проносится сходу Да, точно, после Ребрехи Панова, а потом под Степной, вторая строка Вторая Вы остановите Да Да, на Ребрехе подойдите, спросите За Ребрехой Панова, под Степной Так и запишите И воде, который там, кондуктор, ему скажите, они там переговариваются Пока что... Да? Нет, на под Степном слазить А в Ребрехе предупредить машиниста От Ребрехи до нас где-то 35 километров Так, ждем Так, ждем Давай Бывший председатель миссионерского отдела города Тома Он есть Очень известный В Воркином Были беседы у него в скайпе Были беседы Но дело в том, что он Сказал открыто то, что Другие это, может, и не знают Он сказал, женщины Которые одинокие Не то, что там муж у них пойди Поодинокие И заводят детей где-то Это бляди Как уступили за это А таких женщин-то Как его начали костерить И его сняли Поста с этого А он открывает словарь Дещанкой И там написано Блядь Что такое пустословие Распутная женщина Словарь официальный И слово блядословие Встречается прямо на Славянском языке В богослужении Пустословие Избегайте А люди-то не знают Думают Его в ругательных Ну почему ты считаешь Кутана не ругательная Проститутка не ругательная А почему ты считаешь Что, блядь, ругательная Ну так как это принято И мы его не произносим Я говорю, что знаете бы А почему поднялись Потому что именно Полнен храм Там сплошь они такие И вот Ну и пострадал он Когда выступил Первый, кажется Еще В поборе был Андрей Курайф И говорит Готовь к тебе другое место Ну поняли, что он напал Он не напал Ну а я выступил Правду сказал Разъяснил это слово Показал, как он Мужественно поступил Зная против кого выступает Но мне не нравится Что у него Борода там порченная И в галсту И он выступил Тогда и говорит Мою защиту Кто выступил Он меня называет Выступил Я боюсь тебе Никогда даже так не сказал Все Борду не трогаю Галсту больше не надену Одно Одно выступление Человек Получил Слеп Вот он сейчас Едет сюда Представь Председатель Захинецкого отдела Столько работал Едет Для них это удар Ниже пояса Почему? Потому что Я отвечаю Просто Я вам написал Почему Попы портят Синдром падшего демона Падшего черта Он погиб И всех туда тянет Объяснений Никакого нигде Вообще нету Не надо переводок Никаких Мы не знаем перевода Но мы знаем перевод погружения Нет перевода Как крестил Сосрисов Иорданин Как крестил Филипп Евнухов Оба сошли в воду А что встанет в воду то если нет Как крестил Крест Владимир Русь Крещатик В Египре Нам не надо даже ничего знать Достаточно трех факторов Чтобы понять Берем святых отцов Они там будут Как все скрывается в воде Так скрывается в могиле Умирает за прежней жизни Выныривает Где выныривает А когда он стоит на полу Выныривает Слово Как можно вынырнуть Когда ты не погрузился Выныривает С водой Но писает Для новой жизни во Христе Тут ничего не надо Только страх Божий Иметь и благоговение А почему Привыкли к безобразию Веры никакой нету Одно дай и дай Ну а где я буду крестить Идут А вы не крестите каждый день Раз в году Церковь крестила Один раз в году На подготовку Уходил до 5 лет Это каноны 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 говорят И епископ Он говорил Приходящих от блудной жизни Не скоро запускать до крещения И вот у нас Идет Которые знают Месяц бывает А которые баптисты приехали Достаточно несколько дней Мы знали Он все знает Поэтому с женой Вот Позавчера мы беседовали Здесь И с ней вместе В 4 часа мы беседовали У нее были вопросы А потом она начинает Разворачивать на те же вопросы Я говорю Вот откроем У вас ответа никакого нет А почему На эти вопросы я не отвечаю Почему Ваши так учили Потому что они и реки И Если на пляже Все Наконец-то у них все Хочется Давайте молиться И она стала молиться Откроем его Но ролик этот Еще не отдан даже Он только что был сделан Я его отправлю в следующий Вторник А там уже Что сказать У него отключили интернет У него деньги А у него тарелку тут поставили Приехал тут мастер Здесь деревья Тут трудно-трудно было А сейчас я в городе работаю Скорость хорошая А мы все записываем Сейчас вчера мы ходили За ягодами Настолько было интересного И получилось где-то так В середине где-то Около 15 лет Наверное Отдельных Файлов Я их раздавил На шесть Он соединяет их вместе Шесть файлов И будет шесть файлов Как дети ходили Специально береза Где лазят Как мы к этому относимся Детям Ну хочется кричать У нас нельзя кричать Владимир Но ребенок Переполнен эмоцией Наконец мы Находим две трубы Большие По длине идут И теперь я их пущу По разному По зверинному По птичьему кричать И они туда бегают Из одной трубы В другую И все это заснято И кричат Кто как может Вот такая голова Все Все Эмоции остались Теперь ходим домой Пошли брать ягоды Тут еще не надо Придумать Оно само одно на другое Наползает Ты только делай Подставляй ноги Чтоб не упасть Вот смотри Сказал Все Начина Сейчас утирай Может заделай Где-то Выправь скамейки Начинаешь Качать Вот она Качалась Куда Ушла Иногда Качается Читая горизонтально Они все на подшипниках Это Игорь помогал Поднять Иди смотри Какая высота Змахка А это для малышей Им это нравится У нас была в начальной жизни Лошади Привязывая там Коновязь И дети приходят А через Коновязь Ну а на первую Я Лиза Будет Туда И там все это И приглядываются До того удивительного Дети заброшены Вообще не занимаются Резенту много внимания не надо Ты момент Быстро захватил И разъясни Что он обращает И как это применить в себе А он другому Пересказывает Вы видели Яша плачет Он разве не плакал до этого Он что хотел с матерью делать Все уехал Вообще другой ребенок А все это Это один урок Ничего не надо Его даже не надо было бить Не надо было наказывать Ничего нет Показать и рассказать Все Я тоже его медом кормлю Тут пьет святую воду Вон Видели так Так это его сократили Сократили Примерно раз в пять Он Каждый раз Когда я с ним разговариваю До пяти минут Примерно Плачет натурально Одну святую воду Мать увидела От него Куда что ушло Вот теперь С этой стороны А тот пытается И здесь Вот он залез Неуклюжий Не хочет работать Парнишка И сильно оговаривает В первый раз Но его охота Получишь нарушение Управления Управления Который убегал В пустыне Вдруг Такой вот Он где Он где А вот у синия Стоит Нет А сейчас Баптист какой то Ааа Вот это Он где то его нету Сегодня Илья Илья Он был Ушел Родители там Здесь никому не подчиняются Никому На костре там может зажечь бы Один раз его все Только сказал Он бросил здесь велосипед Я говорил, ты велосипед, не бросай Поставь его к стенке Тут идут коровы, машины Он бросил, очень приятно Взял велосипед, я его увел Ушел в крапиву, его закатил День, два, три, четыре Его спрашивать нигде нет Но они уже знают, что это дело И они вот показывают на меня Иди спроси Он подходит Игнатий Тихонович, а вы не знаете Где твой велосипед Я ему показываю, на багажник садись Привел его сюда, привез И все ему показывают, где твой велосипед Он лежит вот так вот Он брошенный был Притом, тут полезно, чисто И все знают, не улыбаются Вот это наша машина Подходите У нас тут ролик такой А вот так вот А вот так вот Да, вот так вот Придел такой А вот так вот Я вам могу сказать Я вам могу сказать Я не могу сказать Дождь, меня было и не будет Второй спракт Чтобы на ней это было сделано А что на ней сделано? Вот, короче, посещение Чтобы на ней получил такой Дунь, который не дает Невероятный вид сделано От Владивостока Прошли до Лестабона Захватили Скандинавию, Прибалтику Прошли Турцию До юга все эти города Это невероятно Притом ничего не имеем Но Бог находит людей добрых Которые помогают Но вы знаете, ни одной копейки Ни одной копейки Ни сюда не потратили Оборудует Купили один ясную рыбу Как с тобой Все И мне просто Такой было Но я имею в виду Которые деньги Покупать мороз Я никогда эти не пользую Причем, моя задача была Доехать До дома Все абсолютные финансы До копейки Что сэкономим Это на ребятишек И на плодовески Это надо полюбить И делать Такой радостью Как будто каждый раз Тебе Именно Сколько ты отдаешь Только Бог тебе дает А я говорю Что больше дает Вот Вы не думали Никогда Причем, смотри У меня голуби здесь И две вороны Прилетели Сели Это редкое явление Что две вороны Сразу Вот что можно Про вороны сказать А ребятишки у меня Слушают Не знают Это Интересная птица Из всех птиц, которые вместо стелеса Их может быть 35 разных видов птиц Это самые умные Вороны Очень умные Самая глупая птица Это голуби Совершенно никакой Они и визы же правильно не умеют Правильно за детьми И ухаживать не умеют Но Бог избрал их Из всех птиц, говорит, избрал голуби Из всех животных Овцу И более глупого всем овца Нигде цирки, овечки не показывают Она еще не может Не запомнит Не забавит Глупые и глупые А Бог избрал Почему? А уподобил человеку Показать Насколько глупый прем Как глупый голос Так не прем Это самое сильное колено у них было Бросали из пращи Попадая в голос человеческий А Бог их назвал Определенным словом Вот они сидят Это миграционная птица Одна живет все время Как порога здесь Грачи летают на юг А эта постепенно, говорит Перелетает сегодня здесь Завтра в Ломске В Томске То есть у нее нет Поставимого места жительства Это цыганская порода Ворует все И хорошо прячет Притом, когда есть нечего Она водит голубые березы Как кошка Очень умная птица А человеку надо А человеку все надо Потому что ты его В пример можешь поставить И Саня об этом говорит Аис знает свое место И ласточка знает Про ласточку написано А вы не знаете свое время Когда обратитесь в голубые Но покоряет сравнивает Берет быка в огол И осла Знает ясный господин осла А народ мой израиль Не знают То есть хуже осла Хуже быка Они знают Что это господин Ясный там Корм у него А человек питается от Бога Не знаю Тут сегодня приехал Один тут рассказывает Вот брат Там у них Как его звать Который на греческом языке Не Константин Спиридон 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 Отец Спиридон Спиридон конечно Может быть Сергей был Спиридоном сегодня не назовут Это монахи Выкомуривают Это его не гражданское имя Монашеское У нас здесь Наш был епископ Евтихий От монашеска Который до этого был Антони А папа 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 Иван Вот здесь называют Как хотят Чтобы легко было жить То есть не А как-то это монахи Начинают закручивать Такие имена выискивают Там и Аники А у нас вот я говорю Старший брат Самуил Я Игнатий Следующий я Аки По календарю называли Я называю своих близких родственников Буду найти теперь У отца моего братья Были Наум Степан И Наум Степан Здесь еще Брат А у матери Макарис И Лареса Никто не выдумывал Вот хотя прожили за нее Такие имена Придем Имем несколько на один день И Хрестяще не спрашивал Ваши звали Какой имени выборов Этого не было Полностью доверялись Истителю Почему? Вот две имена Вот эта Женщина одна У нее было 11 сыновей И муж И все погибли на пройке Она одна такая Ей памятник поставили Кажется она Сиклетития что ли И как написано А вот 83 Псалом Подожди поближе В 83 Псалме Вот В одном пишутся Ласточки А в другом горлица 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 это дикая А вот ласточки у алтарей твои Голубица Голубица Ну да А где в другом вы считались? Тоже Они как все на дальний перевод У моей вот написано Нет Все на дальнем переводе У нас все на дальнем ласточки Нигде я не считал этого А где вы могли Себя на дальнем Что там Два слова В один перевод Я прямо в церкви Дайте мне псалты Дали мне псалты Маленький такой Дали псалты Я тебе на дальнем переводе Во всех По тряшках В моих ласточка написано Все Вопрос нет А почему в церкви продали А за это почему Отвечает кто-то написал Он может написать Курица Я что отвечать должен Вопрос не ко мне Вы ко мне задайте Вопрос по писанию Как я отвечаю В 83-12 псалом И ласточка Знают место Тое гнездо Где скинь гнездо У алтарей У нас видели Летают Ласточки А у меня он У меня библия с собой У меня написано ласточка Да везде ласточки Во всех До революционной За границей печатали У баптистов печатают Везде ласточка стоит Горлица я на неразу не встречал Хотя я не против Но горлица Она на улице А ласточка Наоборот В жилье залетает И горлица не может в алтаре Я не знаю Как я знаю Она на улице Там где Вот у нас Вы сядете обедать И увидите Прям посредине Где мы обедаем Ласточки А я видел Видел Они уже вывели Вывели сейчас Кормят Рябами бетишки Их вот ходят Ну прям совсем рядом Это их защита Потом баню у нас И в предбанике здесь слили Вот у нас здесь баня С той стороны И прямо в предбанике Внизу Ласточки Самая близкая К человеку Скворец там Ну не будет Он где-то на дереве Чтобы избушка была Ну это к делу не относится Ну играть переводами не надо Я смотрел на немецком На английском Везде ласточки Бывает берутся переводы Новые делать русские Ну умничают Аверинцев Сергей Епископ Касьян Я их считал И насчитывал на пленку Чтобы людям дать Потому что один из импиар попал Ни в какое сравнение С Синодалем не идет А почему они делают так Потому что они не знают На язык священное писание Они его не знают Синодалем А если бы знали Они бы сразу сравнили Это вульгарный перевод Ну не перевод Они это отберут И слова выворачивают Выворачивают слова Просто выворачивают Вот горлица А почему горлица Осел знает владетеля своего И волк Он пишет не осел А пишет лошадь ему Зачем Везде написано так А вот он вроде знает Прочитал в словаре Но словарь дает Многообразие значения слова Вот я тебе расскажу Простое слово Коса Что такое А вы скажите предложение с этим Коса оказалась для него гибелью Знаете это сложно Тут на два варианта Распадается Может быть полюбил Большой косой И увлекся Она чужая жена И голову отрубили А может быть Сел корабль на косу И проще А другая коса гибелью Не положила ту литопку Куда надо напоролся Даже в предложении И то надо смотреть О чем речь идет О море О козьбе О женщине Вот в английском языке Слово коз Я сейчас могу ошибиться Где-то 26 кажется Злащений И при том Незданные экзамены Хвасты студента Хвасты незданные Понятно Маленькая звездочка Военно-морского офицера Вообще ничего там нет Даже близко нету По значению А в контексте Ты уже можно гадать Пакетный метод Знаете От малого знания Больше всего люди надмиваются Я однажды принял Синодальный закон Пренебесный Божественный Два переводчика Канонизированы уже Макарий этот И митрополит Филарик Это знать не знаем Кто такие Я всегда перевожу пример Когда я беседовал С Александром Мениным И сказал А вы могли бы А еврей Энциклопедист Громадная ученость У него была Я с ним беседую Он как работает Ну я с оригиналами Работаю С юридским текстом Переводите Ну я знаю А вы могли бы Переводить Как Вольст Давид Авраамович Переводчик Или Павский Он вот так от меня Да вы что Никогда То есть ума у него Столько Что он понял Я сам переводил Книги с разных языков Переводил целые книги Но мои знания Микроскопические Я это понимаю У него даже ума У человека не хватает Понять что ума нет И поэтому Он не знает Ни одного места Наизусть А если одно слово Не так написано У меня сразу Перфокарта щелкает Неправильно Вы спрашиваете А как вы еще Наизусть всю Библию Знаю Не знаю Но я считал Редкого пророка И вы сразу сказали Неправильно Одна буква не так Я не могу это объяснить За любовь Бог дал мне это понять Дал это Чтобы я увидел Что это неправильно На другой раз Показывают А Библии Напечатано так Описка Смотрят старое издание Неправда Другое слово стоит А как опечатка Одна буква не так А назначение другое Я тогда пишу Пишу в редакцию У вас опечатка там сделана И никто не видит Считает Тысячи людей И никто не видит Почему они не знают Наизусть оригинал Ну и куда курс-то держать Ну а то по смыслу Теперь смотри Какое она имеет Какое она имеет Дал признавание Там и какое-то еще слово Наизусть если я знаю Мне это настолько дорого Настолько близко А не знаю Ты ему раз Зенит Какое слово поставить Притом Знание Писания Это еще не все Ты должен знать В совокупности Все Писание И как святые отцы Столковали каноны Тебя на всю жизнь Хватит университет А здесь Один раз Библию Прочитал И забыл давным-давно И начинает спорить Еще спорить Я например Считал Насчитывал Златоустов И всегда удивлялся Не было ни симфонии Ни библейского поисковика Как можно было знать Нужные места У него в среднем До 70 Выдержек из Библии В каждой проповеди У меня проповеди Ну покороче его на 5 минут У меня в среднем 35 было ссылок В каждой проповеди Я 35 раз открываю Библию Я стихотворение Я пишу Они все по 9 купетов Писал И каждая строчка Заканчивается Местом писания Откуда взята мысль По 36 раз Надо открыть Библию 9 и 4 и 36 9 купетов По 4 строчки Ты пока просчитаешь Все Тебя смазывать Мозги уже надо будет Чтобы не храбосъел Я пробовал Стихотворение Один считает И говорит Это надо еще Толкование писать Взял скорректировать стихию У меня один кандидат Науки старобрядка Я не пойму ничего О чем вы говорите Вы проверьте ошибки Вам не понять У меня есть стихотворение Строительный отвес Строительный отвес На тоненьком шнуре И по нему Сной сног Поставим прямо Причем тут сног А ты вспомни Сны Иосифа Чьи снопы Кому поклонились И поставим прямо То есть нам не надо Перед человеческими Вымыслами кланяться Смысл-то какой Заложен Она не знает Библейской истории И она не может Даже ни с чем ценить Сноб По отвесу Никто не ставит Снобы просто ставят Они наклонились Но он видел Что сноб стоял прямо И одиннадцать снопов Поклонились Помните, да? Я к тому говорю Что если я всех занимаю А ты там Думаешь быть То может быть там поставить Отдельно такой В любом случае Он уже нужен будет Вот два вопроса Когда ты сможешь Интернет включить? Может завтра Включи Потому что я каждый день Корректирую Ролики выставляют другие Мы отсылаем жесткий диск Барнаул По вторникам Сидорим Так У нас работает Вот много Наворачиваются С пирсом Ну вот вы Двое встречаетесь Из работы Газель Подковать Все поставить Нужно если работник будет Бери своего Сергея Поднести Отнести Придавить Поднять А эти ребята Кто большие Мы их все возьмем Сейчас Вода-то нагреется Быстро Дальше забивать Свай Продолжить доски Если нет Значит Тогда мы сделаем У нас резиновые Такой ширины Ковры Мы слепили Там илу много А в конце Когда человек Идет И уже отмоется И сделать Барьер Куда проходить Мы так делали Где крещение Идет Вот эта избушка Называется Спариж Вот Ну какая она Сейчас покажу Спариж Почему Нужно так Ну она похожа Спариж Иди сюда Залез А вы не останавливайтесь Там поехало Александр Идем Так Машина загната Михаил Закрыть воротами А сейчас я покажу Скажите Вы в своем доме Если была бы свадьба Сколько человек Могли бы принять За столы Садить Сразу Я бы 16 Ну я назову 60 человек Поместятся Нет А вот в этом сейчас Маленьком скворечнике Вы видите 60 человек Принимают Здесь Крест-конференцию Свадьба Голь на выдумку Хитро Тут лифтер находится Видишь у него какой А вот он Поставил Да Это интернет Или же телевидение Это у него Интернет Это там все для интернета Для интернета Провода идут туда Как Сергей говорил Парализованные Видимо Он флеш модем туда вставляет И через него Профлешил Сергей Это особый человек Через модем Посмотрим 21 Аурель 16 17 17 даже У нас такой порядок, слушайте внимательно. Когда в комнату заходим, положок перед дверями, это территория улицы, на ней сапоги у нас, на улице я не люблю ставить, чтобы они были теплые, но здесь сапог ноги вытащишь, уже ставишь, дальше не на положок, и обуваешь точно так же, она грязная, не становится, запомните? Вот так и делать дома. Почему? Потому что и туберкулез еще только нет. И мы этим отбиваем, у нас там ходим босиком, ножи нет никакой. Я первый хожу за мной. Давайте, заходите. Заходи ему. Пускай он тоже заходит, что он, Володя. Вы заходите. За полужок там не наступать ногой. Володя, закрывай, чтобы комары не летели. Игнать Тихонович, сюда можно ставить сапоги? Нет, вот на этой. Так, скорее закрывай. Вот сразу, ты шагите сюда, вот рядом положу. Можно сапогу? Нет, это уже кочей для мытья, вот так. Все. Игнать Тихонович, сапогу, 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 сапогу. Игнать Тихонович, сапогу, 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 сапогу. Михаил уехал с одним человеком, он стоял рядом с ним. Первый раз я его вижу. Вы присядьте. Так нам удобнее. Да, садитесь. Это окна закрыть. Я сейчас включу свет и закрою. Так, быстро. Заходи сюда. Здравствуйте. Он снимает, чтобы не было помет. Мы закроем. Вам из машины махали. Потому что он и не дает. Молодец, проходи сюда. Молодцы, как хорошо здесь. Человек неизвестный приехал. Он стал говорить, что у него беснование. Ну, да, бесноватых не крестит церковь. Канон такой. Я попросил его рассказать, а в чем имя. Это называется одна причина, другая. Полудри себя чувствует. Там теплота и прочее. Это не беснование. И это другое объяснение. Падает ли оно, спускает ли пену или что-то. Бывает в гневе человек. В данный момент в гневе это беснование. Или, бывает, ему забивает хульные мысли. Это искушение. Но не то беснование, на которое накладывается правило не крестить. Поговорили. Но с него постепенно что-то заходит. Упрямство. Он даже не понимает этого. Самомнение. Настаивание на своем. Но это не прямое то, что называется беснованием. На беснование иногда указывают такие признаки, на которые не обращают внимания люди. Это надо знать. Психологи на это не укажут. Вот бывает так. У нас вот колокол. Выйдем, я рядом тут ударил его. 1774 года. Эта машина, говорит, опрокинулась. И преступники это все разобрали. А я... Они грабили вагоны. Я две собаки держал в угловом розыске. Я их задерживал. И заставлял обратно в вагоны загрузить все. Там масло, ковры. Там, ну, ценные вещи. Ну, милиция узнавала сразу. Но поймать никого не могут. И милиция сразу на меня вы... Они дали слово, что их больше здесь не будет. Они больше не появлялись. Но они это все запомнили. И когда случилось, они нашли воску там много. И в колокол. Они мне его принесли преступники. В знак благодарности. Я милиции ответил. Их нету больше. Они не приходят. Их искать не надо. Товары вернули все. Ничего нет. А посадить вы успеете их. И так было не один раз. То есть в каждом деле надо найти балансировку. Не потворствовать. И в то же время не испортить. До какой степени он дошел. И дальше порчивать. И не продолжить. Они больше этого не делают. Вот колокол ударит. Есть такие люди. Он сразу... Ой, ой, уши... Это когда начинает затыкать. Ну, шум какой-то. Это признаки беснования. Признаки. 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 Я не утверждаю, что беснование. Но признаки явно. Человеку это не свойственно. Больше и меньше. Когда закрывают уши. Когда пушка стреляет. Они чтобы не проплыли перепонки. Это понятно. А это нет. То есть таких моментов. Мы можем увидеть неоднократно. Где она появляется. Люди мучаются с нами. Бессонницы. Как определить от Бога нет. Просто Иоанн Костян. Говорят. Крест видел? Распятие. Сто процентов от Бога. А почему? Сатана не может крест показать. Но я этого не знал. Я должен взять. А Христа может? Христа может. А Богородицу? И Богородицу показывать. Для него нет предела. Не может только крест создать. Почему? Крест это наивысшая любовь. У него любви нет. Он не терял абритнику. Да взял бы палочки составил. Не может. И таких моментов мы находим очень много. Он Богород. Но не до ноги. И он не может не раскаяться. Ничего. Вот это. Почему она? Я ее арестовал. Уже два дня сидит. У нас очень ловливый котенок. В лагере. Ну он уже два года ему скоро будет. Кто-то подбросил в церковь. Котеночка маленького. Жена его приветила. Сюда привезли. И сколько кошек. Это у меня их три кошки. Он самый ловливый. Дождь. Роса. Мокрый как лягушонок. И ловит. И ходит. И всю окрестно все очистил. А это его гоняет. А он не связывается. Убегает. Ему надо питаться. Но раз она его гоняет. Она его обижает. Я тогда домой сюда. Я на Барнаутске. Она два года у меня в командировке была. В одной библиотеке. Там мыши заедали. Она вела порядок. Виктор поет про кошку. Для многих кошка не последний друг. Египетское чудо совершенства. У ног моих свернулась в спящий круг. И греет электрическую шерстью. Без кошки амба нашему амбару. Каюк уюта в наших погребах. С мышами бой ведем мы с ней на пару. Чтоб за голодухи не пришлось рыдать. У нас есть стихотворение. Он его положил на музыку. Играет и поет. Там все как она с детьми. Хвост не подожмет как собак. Все. Все кошачьи. В ухватке все записано в стихотворении. Отдельно у меня стихотворение про корову. Я просто отвлекаюсь сказать. Ты можешь научиться что она может. Много разных и хороших. Но корова во дворе начальник. Но корова во дворе начальник. В интернете выставлено все. Корова есть с голоду уже не умрем. Можем с травой мешать и пить. Было бы что прокрутить на мясорубке. Вот так. Я думал может быть в пятницу. Сейчас звонил Степаненко. Из Томской парки. Встречать его надо. Виктор. Завтра вечером встречать Степаненко ночью. Обязательно. Понятно. Ты знаешь как. Знаете его решения. Какие там нападки на него. На меня этот Дудин то нападал. А он ему как подсказал и он не отвалился. Ты с Игнатием требуешь каноны. А сам за 30 лет только положен. Ты даже не священник никакой. И он сразу. А Дудин это кто? Дудин. Отец Сергий. Из Томска. Это которые у вас тоже. Беседы были у вас с ним. Да были. Были. Ну видите как. Они нападают. У них ни основания. Ничего нету. Просто души моей злобой. Я это все вывел и показал. Синдром падшего демона. Он погибнет. И он других тянет. Он не может. У него нет страха. Священник один поднялся. Из-за того что из Германии приезжали. Семья одна. Приняли крещение. А она помогала там. Пела. Валентина Старстисон. А тут. Твоей власти нет. Она никуда из церкви не ушла. Но за то что она приняла крещение. Он ее там. Вдребезги разносит. Ну я ей дал материал о крещении. У меня 136 свидетельств. Сто тридцать шесть. У него ни одного. Но он ищет. И звонит сюда. В епархию. Но теперь епархия это Барнавульска. Они меня могут. Порошок стереть. И запрос делает. Что вы про него знаете. Какое отношение что про меня знаете. К тому что я привожу писание. Они отвечают. Он с нами не причащается. Это не означает что я не причащаюсь. Ну а я в ответ могу сказать. А вы со мной не причащаетесь. Какая вина то. У них ничего нету. Ничего. Кроме того что они потеряли страх Божий. Страх Божий есть. Ты даже гипотетически подумал. Бог заповедует. А я это не сделал. Ты уже не уснешь. А кто я перед Богом. Имею ли я духовное рождение. Вошел ли я в церковь. Открыты ли врата неба. Ни на один вопрос ты не можешь ответить. Если нарушаешь правильность крещения. Потому что крещение это третий этап рождения свыше. Заключительный этап. Люди не знают этого. Игнатий Тихонович. Да. А вот если такой случай я вам описал. Давай. Давай. Разговор идет. Ага. Вот если человек который крестился. Который не знает как он был крещен. И покрестился. А епископ ему запрещает причащаться. Ну и что? То есть это надо исполнять. Или есть какие-то меры? Он запрещает? Да. Он может запрещать у него причащаться. Больше у него раз и нету. Ну своим священникам говорит. Ну всем даже где-то сделает это. Во-первых это беззаконно. Потому что епископ не крещен. И понятно почему оно так делает. Можно объявить им войну. Но тут нужен уже очень бойцовский характер. Все данные вы написать в Синод. Все данные патриархов. И епископ это не последний предел. И что они ответят? Заранее могу сказать ничего не ответят. Я обращался в среднем. Я могу так сказать сколько? Примерно 54 года в епархии и патриархии. И ни одного ответа. Ни одного. Я нынче ответил только на письмо. Копию патриарху послал. А мне там митрополит. Он ответил. Я его выставил. Видели? Да, да. Радушный. Потом я выставлял от старообрядческого митрополита. Когда он свою книгу прислал мне проверить. Ну дать отзывы так сказать. Ему понравился там Новый Завет. Ну старообрядцы понятно. Они на нас смотрят как на каньяне. Ну такое расположенное письмо на бланке. Ну не каждый может показать. Ну я ему указал. Ну что хорошее. И могут люди обратиться через ваши проповеди. Что проповеди митрополита Корнилия называется. Ну вот вы обращаетесь все время братья и сестры. Ни разу этого нет во всей Библии. Нигде. Ни разу. У Яна Златовуста 12 томов. Ни разу братья и сестры. Это ничего мне говорит. Понимаете? Ну даже доказать. Почему ты обращаешься к братьям и сестрам? Нигде нету. И к ним обращаться нельзя. К сестрам. А почему? Сестры жены вашего страховарда молчат. А если к ней обращаются она имеет право ответить. Меня спросили. Поэтому ни вопроса задавать. Не обращаться. Обращаться значит это призыв к чему-то. И она может уже начать разговор. На месте. А как? Везде говорят братья. И братья. И 68 раз скажется в Новом Завете говорится. Братья и сестры ни разу. Ну каким надо быть чтобы не видеть. Это и патриарх братья и сестры говорит. И митрополиты. И епископы. То есть они Писание не знают. Не интересуются. И не любят. Ну может вы видели. У меня издана симфония на нехронической книге. Я утверждаю. Лучшей симфонии не было. За всю историю. Почему? Они не специалисты. Они не умеют и не знают ее составить. Все остальные какие были. Думаю что я все знал до одной. По им невозможно найти. Глагол. Я его свел в одно слово. Все глаголы. Существительные. Ну допустим. Корова. Коровы. Все в одно слово. Корова. А они этого не понимают. Они в падежах выставляют. Ты не знаешь где его искать. Геннадий Тихонович. Да. Ну вот допустим. Вы говорите. Он беззаконно в этом случае поступает епископ. Да. Ну так ведь можно сказать. Ну а кто ты такой чтобы. Мне например так скажут. Кто ты такой что ты решил что епископ не прав. Тебе значит запретил епископ. Ты не причащаться должен. То есть ты тогда как он решается этот вопрос. Никак. Причастие он не может отлучить без объявления моей вины. Этого нет. Но он скажет виноват что второй раз крестился. Второй раз не крестился. Я не крещеный был. Вы докажите что то что вы делаете есть крещение. Они ничего не докажут. И зачем вы называете беззаконные свои действия крещением. Там не было погружения. Крещение переводится Баптизантес. Погружение. Другого нет. Ян Затаус как крестился в полное. Василий Великий как в полное. Ну всех. Все апостолов в полное. А откуда вы взяли крещение. А католичные. Вы заодно это должны быть все отключенные от церкви. Ты его при при этим. Война объявлена. Вызов я принимаю. Ты посмотри что там будет. Столько будет пыли. У меня на них написано. Что скажет Бог то изрекую я. Излюбленная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Замучились как с ним. Он твердит свое и свое. Что скажет Бог то изрекую я. Это книга царств об этом говорит. Как они шли на Рому в Галаадске. И цари сговорились. Но боится идти Асапат. И спрашивает Ахава. Как пророки. Все пророки перед ними. Все говорят иди на войну. Будет полная победа. Ну как Гитлеру все обещали. Полная победа. Ну и похоже было на это. И он еще спрашивал. А нет еще какого пророка. Есть один. Я не люблю его. Он обо мне хорошо не говорит. Ну разве это доказательство. Он не сказал что он обо мне правильно не говорит. А почему хорошо говорить когда ты беззаконник. Кровью наполнил Иерусалим. Ну слуга видимо. Ипорхиальный секретарь. За ним пост он был. Все единодушно предвещают победу. Но если победу все единодушных. Идите воюйте. Нет. А что то их удерживает. Ты тоже сказал бы так. Такой праздник сегодня. Все единодушные. Единомыслия Бог любит. Едиными устами. Прославим Бога. Едиными устны. Он отвечает. Что скажет Бог то из реки и я. Мне не надо под язык залазить. И он пришел. Идти ли на Ромов Галадский. Он не сказал да или нет. Он говорит. Видел я Господа. И вот. Овцы Израилева рассеяны. И нет у них пастыря. Он отвечает не на вопрос. Но в этом заключался ответ. Он сразу Ахав степенулся. Да я же помазанник. Как Николай Второй. Я патронирую церковь. И вдруг нет никого. Так у меня сенот есть. И видел я овец рассеянных. По всем холмам. Сделавшиеся добычей зверей. Нет у них пастыря. Я же говорил обо мне. Хорошо не говорит. Все. Арестуйте его. Кормите скудно. Водой и хлебом. Я вернусь разберусь. Он говорит. Не вернешься ты. А почему? А видел я Господа. И перед Господом стояли духи. И Господь сказал. Как увлечь Ахава на погибель. Как гитлер оттолкнуть на смерть. Говорили один. Так. Другой так. И один друг говорит. А я сделаю духом лыжи. Войду в уста всех. И они будут пророчествовать неправду. А где там подошел Сидекия. Сын им ловил. Размахнулся. Как дал. А по какой же дороге от меня. Дух Божий отошел. Шепье говорит. Вот когда будешь бегать. Говорит. Пятый угол искать. По нашему искать. Тогда узнаешь. Ну и так все и случилось. Ты не доживешь до такого срока. Его не было. Тоже подобный случай был. Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Исааки Далматский. Некоторые думают. Какой Исааки. Далматский. Далматский. А такой был не покориваясь. Монах. Царь на войну пошел с болгарами. А он ему навстречу. Остановил его. И коня за воздух взял. Не ходи на войну. Сначала открой тюрьму. Выпусти православных. Наглиц какой. С дороги сбросил. Он опять отбежал. Обогнял войско. Опять царя встречает. Его в болото бросили. У него два сановника были. И они царю посоветовали, что там делать. Вот вернется царь, тебе будет. Он говорит, не вернется. Я уже жареный запах слышу. Царь на шашлык пойдет. Мы его еще арестовали. Дальше поражение. Они бегут. Скрывается сарай из соломы. Их поджигает. И он с сановниками сгорает. Царь. А он вперед слышал. Вот работали телефоны. Лучше Билайна. И потом запах передавали. Он сказал, что я не верю. А вот на вратах Исааковского собора все эти фигуры отлиты. Эпизоды из его жизни. Я просто насчитывал жития святых. Они в интернете насчитаны. И знаю его биографию. Мне это очень импонирует. Нравится близкой. И хочется подражать. Никогда, нигде не идите на поводу. Вот у меня материалы. Они к истинному православию. Там есть. Любите врагов ваших. Да любите врагов ваших. Первое. О войне. Что не надо воевать. Не надо оружие брать. Второе. О слове. О том, чтобы все было на русском языке. И третье. О благовестии. Наш епископ как поднялся. Отца Акима за то, что он меня не обуздывает. Там вот. Запретить служение. Он больше не может. Сам могут снимать только шесть епископов. На канонах. А я его сниму сам. А у него власти такой нет. Это незаконно. Ну и епископ загрозился меня отучить. А как я реагирую? Как? Я сразу сказал. Я подчиняюсь его решению. Я сразу выйду в притвор и там буду стоять. До времени пока Бог откроет глаза епископу. Отучить меня он от кафедры университета, где веду занятия, не может. Я ему не подчиняюсь. Я вел три радиопрограммы на телевидении, на радио. Он тоже не может. Моя работа во всех отделах милиции, воинских частях, в школах и техникумах. Он не властен. Единственное, что причащать не будет. Они играют причастием. У меня есть такое занятие веду. Самая гнусная, самая позорная, самая страшная игра, когда причастием играют. Не допущу до причастия. Причастие не дано для игры, а для того, чтобы дать силу пасте своей. А он отнимет. Моей вины нету. Я причащаюсь мысленно. А придет время Господь реально причастит. Но что тормознуло нашего епископа и Птихи Курочкина, не знаю. Он не пошел на это. То есть угроза была. У меня сохранилось письмо его. И оно отпечатано. Я вот тут же отпечатал, поместил в книгу. Кажется, против меня у меня нет. Кто бы самое нехорошее про меня говорил, я бы все напечатал. Ни одной буквы не пропустил. Я не выбирал, что про меня хорошо говорят. Когда у меня следствие шло плохо вдолой, я буду сам редактировать нигде. Ни в одном месте. Поэтому книги вызывают такое доверие. Там всяко обзывают о меня священника. А мне нужен никакой нет. И он не пошел на это, не пошел. А потом сам стал переводить на русский язык. Там каноны какие-то. А его священники бунтом объявили. Он Игнатию поддался. Как он сумел его перевести на свою сторону. А он переводит и на русском языке. А священники сидят и не молятся. С него он один молится. Сюда подойди и сядь. Вот и все. Надо верить Богу, надеяться на Бога. Есть такое выражение. Бог там. Большинство там, где Бог. И все. Не надо смотреть один, ты или вас двое, трое. Это никакого значения, говорит Бог. Поэтому находить подтверждение. Это как понимали святые отцы. Я так делаю и говорю я со Златоустом. Со мной рядом Златоуст. Я призываю к полному троекратному погружению. Я нахожусь с апостольскими правилами. Пятьдесятое правило. Я говорю, что нет такого крещения обливательного. Я нахожусь вместе с апостолами. Со всеми вместе. Все так учили. А обливательного этого нет. Вот. Дается где? Там он в тюрьме. Где нет. Ничего нету. Ну и клиники. Клиника приближенная к смерти. Клиническая. Уже лежит. Ну и третья. В степи у татар в плену. И вот сейчас один на меня насел. Прямо нападает. Скажите. Я говорю, у меня в материалах все сказано. Вот у меня товарищ вернулся из заключения. И там его крестили. Обливание. Надо ли ему креститься? Он настаивает, что я хочу креститься. Я говорю, идите к своему священнику. Он решит. Нет, вы скажите. Я не знаю, кто там в той стороне. Может там как раз попы сидит алтайский. Они подыскиваются где-то. Не написано. Я говорю, у меня в материалах написано, что если там он был, крещение действительно в тюрьме был. И не надо ему. Церковь признала. А я кто такой? В тюрьме у него нет баптистерия. Но был ли он облит? Надо раздеться и на него три ведра возлить. Во имя Отца. А не так, что он тебе голову помочил. Если голову помочил, то крещения не было. Ты в любом варианте должен быть абсолютно весь обмыт водой. В бане человек с тухим не бывает. В бане покипытия. Так написано. Он очистил нас, словом. Очистил. Мы погреблись с ним. Человек не бывает так, что погребли, а рука из могилы торчит. Он весь погреб. Вот это значит подвода Иерусалимский Кирилл говорит. Весь ушел. А если ты не ушел, ты не умер, ты живешь до прежней греховной жизни. Почему так люди ведут себя, что до крещения, после крещения? А крещения не было. Но бывает, что настоящее крещение бывает. Бывает. И обмана пытается. Бог разберется. Ты можешь делать как положено. Интересное выражение Златоуста. Хорошо его рад запомнить. Чтобы человека обратить. То есть, кто будет веровать и креститься. Слово веровать. Уверовал, обратился. Нужны тысячи талантов у проповедника. Я должен знать, какая реакция на сегодняшнее время, семейное положение на работе. И все это учитывай. Тебе дать нужен совет. А крестить никакого, ни одного таланта не надо. Вообще никакого таланта не надо. Достаточно быть рукоположенным и незакрещенным. Вот и сравнивать теперь. Что труднее. И поэтому он никого не обращает. Священник он не знает. У него киоск открытый. Так заплатили, заплатили. Подходите сюда. И он дальше портащит и портащит. Жулики в рясах. Другого названия нет. Обманщики. Пираты захватили корабль. Вот и все. Корабль это церковь. Но он боится, священник, допустим, то, что я сейчас тебя покрещу. Но тебе же мама сказала, что тебя крестили. Он мне говорит. Я говорю, ну да, она мне сказала, но она понятия сама, видимо, не имела, что ты его крещений. Она ничего не знает. Но ты, говорит, лукавишь, Александр Анатольевич. Не надо, что он говорит. Это не надо смотреть. У тебя достоверных источников нет. 84 правило определенно говорит. Ты никаких доказательств представить не можешь. Никаких. Кто по своему неверию, да я не знаю, кажется, что это было. Это не доказательство. Должно быть стопроцентное доказательство. И желательно свидетельство принимается от двух человек, не от одного. Таков закон. От одного не принимается. А она, мать сказала, где? Да она не помнит ничего. Она услышала тебя в полном погружении. Говорит, да нет. Говорит, около купели. Они стояли там, купели, там такая, как чашка, он рукой так, все. Я говорю, а как же говорили, что полный? Да как же так говорили? А ты помолись, и мозги Бог просветит, и тебе ответят. А у меня кума была. А где она кума? Умерла. Ну тут разное. А где это было там? Там вообще крещения не было никогда. Я знаю, там с Украины священники. Доказывать не надо. Даже если он будет доказывать, я не поверю. Почему? А вообще не крестили никого. Только ладошкой по голове и отдай деньги. Ладошкой по голове, мозги по стенке. Все. Не крестили ни одного. А зачем крестить? У нас обращались здесь баптисты. В моем доме. Ну естественно, что мой храм священник не крестит. А он уперся на своем столе. Я мог бы его тут, говорится, переломить. Но, епископ говорит, он архиепископ был. Докукин, Гидион. Потом Ставропольский митрополит стал. Приезжайте ко мне сюда, тут покрестим. Ну, нам война не нужна. Мы туда поехали. И там на втором этаже много воды, чуть не 70 ведер принесли. И он крестился. А крестился он им. У него друзья там были, протестанты, лютеране. И при крещении два семейства полностью обратились. Видя все это, они увидели, у них ничего нет этого. Когда мы делаем по правде, во-первых, совесть спокойная. Во-вторых, ты перед Богом знаешь, выполнил, как Бог сказал. И ты имеешь право говорить другим. А когда ты сам не крещеный, только моченый, ты другому-то не можешь говорить. У тебя силы в словах нету, потому что ты хиляк. Ты даже свое собственное спасение не отстоял. Ты не мог. А когда ты преодолел такие препятствия, как Александра, там и поднялись и прочее. Я вас не знаю. Теперь угрожает, не будет прищищать. Меня это нисколько не интересует. Будешь ты прищищать? Нет. Я в любом храме могу прищаститься. Он не будет. А про тебя разослать везде он нигде не будет. И говорить об этом не надо. Он накладывает на пияю тебе пятимью. Эта пятимья падает на него. Канон. Незаконное отлучение падает на отлучающего. Он даже не знает, что с этого момента у него статус другой. А он угрожает? Угрожает. Священник, если будет крестить правильно, то есть он не говорит слова правильно, а с полным погружением, дальше добавляет слово перекрещивать епископ. Я его запрещу. Угроза очень реальная. Почему он не крещенный с Украины, а католичный? Теперь скажите его, этого епископа. А кого ты запретил ни одного? Без сказ. Вообще ни одного незапрещенного нет. Я в России даже не знаю ни одного. А нужно было, чтобы запретили. Одного, второго, третьего хотя бы священников 200-300. И это будет революция. И эта зараза кончится. Господь тогда вмешается. А так никого нет. Крови нет. А кровь христиан – это семя христианства. Ничего нет. Никогда никого не бойся. Выпроси у Бога страх Господень. Где страх Господень, перед человеком ты не будешь горбатиться. Они привыкли, что перед ними вот такой человек подходил. А если ты стоишь прямо, и вверх он терпеть не может. Еще особенно, когда ты рядом с ним стал, уж не говорю, вперед шаг шагнул. Это везде такое. Ты должен принять это как данность. Господь так же терпел гонения, так же не верили ему, поносили. Он говорит, заблуждайтесь, не зная Писания. Матфея 22, 29. Причина одна – не зная Писания, запятая, не силы Божьей. И они силы Божьей не знают, что Бог силен это все сделать. Надо довериться Богу. И твердо, четко держаться того, что заповедовала церковь. Возьмите, Алфеев говорит, это норма, это так и должно быть. Правда и кое-где у нас еще случаются нарушения. Он хитрый поп, митрополит. Он сказал, правда бывает, иногда и правильно крестят. Но мы этих попов наказываем. Вот так должен был сказать. А он наоборот говорит, что это норма во всех нас документах. Везде записано полное погружение. Ну, бывает где-то… Как это бывает? Повсеместно. 99,9, если не больше. А помните, я у того священника, о котором я вам писал. Да. Он же крестит те, кто моченые. Но те, кто говорит, что я вот не знаю, как меня крестили. А крещеные, как бы мне родители сказали, но как крестили, я не помню. Он же говорит, я таких не дерзаю крестить. Ну, невежда. Все. Когда Басмурс Четвертого правила говорит, если явно нет свидетельства, не мало стумняшь, если примись, да не будешь лишен тарикой благодати. Они не знают Писания, ни канонов. Каноны как огня боятся. Библию они не понимают и не читают. Но ее выпускают, иначе ее за церковь никто не будет считать. И Пимен выпускал, и Алексей Первый, и Второй. При них Библию, они стараются свое имя на Библии на первой странице. Да. Ну, а дальше-то они идут. Я считаю, самая роковая ошибка православия, то, что они Библию издали на русском языке, и сказали, что вся она верная от Бога. А проповедовать не стали, не говорили. Сектанты сразу ее Библию переняли. Перевод у них синодальный. И говорят, вам говорил батюшка, что Библия все от Бога? Да, давайте считать правильно. Смотрите. Всякое изображение. Если идол православный, как говорится, баран в новые ворота, он не знает и правды. Да как же так? Идол, а ты в доме держишь. Руби, жги. Все. Гроб захлопывался. А старобрядцы те, я с их стороны разы. Они прямо сказали, Библия вне закона, ни коня не испортили, и кто ее считает, сходят с ума. Баптистским из Библии? Да пошел ты в своей Библии. Нам батюшка сказал, считать нельзя, с ума сойдешь. Все кончилось. Вам лукавые дают знания Писания. Я испытал это все. Они пошли с их стороны правильно. Ни один никуда не уйдет. Мертвое болото их засосало. А у православных хоть кто-то пробуждается. Хотя бы единицы. А у них ничего этого нет. И когда ты это знаешь, ты знаешь, где дверь можно открыть. А со старобрядцей можно ли без поповцами работать? Можно. По их книгам. Ну, я знаю как. Говорю, когда открываешь их книгу, они читают, там Иерей глаголит. А кто Иерей? Ну, находятся и говорят, это священник. Ну, а как ты читаешь, глаголят, а их нигде нету, их священства нету? Как он глаголит-то? Кто? А ты бабка. Как ты можешь считать? А где у нас священники? Нигде нету. Ну, а почему? Да говорили в последнее время, священников не будет. Кто говорил? Ну, я не знаю. Мама моя говорила, 77 вера, Бог один, доченька, никуда не переходи. Вот и все. А иконы? Иконы только на подоконнике можно держать. Нельзя их не вешать никуда. И мать сказала, она это точно держит. А уже пятый раз она замужем, блудница. Б. Это нормально. Почему? И бабка такая, и мать такая уже. Колено седьмого блуда. А это все нормально считается. А когда ты откроешь, что иерей священник глаголит, теперь нужно доказать, что священники будут до конца. А как узнать? Ну, потому что будет совершаться литургия, будет причастие до конца, до третьего с половиной года антихриста будет. Где? Павел говорит, все творите в мое воспоминание. Господь сказал, доколе он приедет. Доколе Христос придет, творите в мое воспоминание. Значит, творить будут, творить вопрос снятый. Значит, священство будет где-то отдельно, потаенными местами. Но верным Бог откроет. Все. А я не верю. Вопрос закрытый. Верующий никогда не спорить не должен. Он должен возвестить истину и отойти. После первого-второго разумения отвращайся. Зная, что он развращен, будучи самоосужден. Все. Он самоосужден, он себя осудил, и ты не трать времени и не рассыпай жемчуг перед свинями. Будучи самоосужден. Павел пишет к титу. А почему так пишет? Потому что открыто ему было. Но почему одному открыто, не открыто? Не знаю я, это Бог, но я знаю, это избрание. Он не избран и ничего нету. Он не избран. Его имя не прописано на небе. Его имя может быть прописано в аду. Отойти. Если Господь коснется, если это не так, то где-то будет пробуждение. Но не надо долбить. У меня вот дождь, уж я еще не говорю. Или муж неверующий, я уж его горящий угли на голову. Я уж утюгом горящим его пыталась. Не поможет ни грамма. Ему рассказывают сегодня, как с маленьким, до стола года, с ребенком. Он, мать, затискал за руки. А тут лужил, лужил ногой. И она ничего не может сделать. Рядом отец этот приехал, который, баптист. Смотришь, ты нарочно-то делаешь. Ты ребенком играешь, прикрываешь. Ты будешь плакать. Он уже тиран. Вы уже все на поводу у него. А что нужно сделать? Отпусти руку его, а он хватается. Ну, перейди на другую сторону от мужа. А муж задержит его. Так, я его теперь буду учить. Можно? Можно. Смотри на зале. Вот. Лужа есть, думай, ногой. Где-то нельзя. Я тебя накажу. Больше ни разу не тронул. Отец сложил руки. Он его не может достать. А мать на ту сторону перешла. До этого не могла его не выдержать. Он просто руку отрывает. Вот туда дождь идет. А ему там охота по луже, ногой. Но то ребенок, не надо этого делать. Он должен выработать себе волю. Он добровольно не будет делать. Не будет, не будет. И он, может, даже попытки не сделал. Но у него под ногами сухая земля. Он берет и в воду бросает. А вот теперь не трожьте его. Это пришел самосвал. Он засыпает яму. Ну, представьте, как маленько-то. Мы засыпали. Он как раз стоял здесь. Он сюда и бросал. А мы ведрами натаскали. Засыпали. Вот. Он сел. Вот сел теперь. Он может запачкать. Немножко поднимет. Да он спиной, а там побелина. Вымоешь, выхлопаешь. Это не грязно. Не трожь. Не терроризируйте ребенка. Ограничили грань. Второе. Он полез сюда. Он не лезет. Заметь. Вторая лужа он не трогает. И ты на второй приказ ему не давай. Он не выдержит. Для него одного достаточно. Сегодня урок про лужу. Как же у тебя дети. И ты совершенно не знаешь как с ним обращаться. Прям даже удивительно. Ты даже надо присмотреться. Почему он так делает. Вот у меня сестра. Вот она здесь живет. Она моложе меня. Тринадцать лет. У нее шесть сыновей и дочка. Сыновья все уже большие. И дочка замужем. Один кажется не женатый. Дети хорошие, крепкие, здоровые. Сын один в президентском полку служил. И он строится. Сын здесь. И второй приехал. Ну, она была же моложе. Ребенок кричит. Она рванулась вон. Лежь на жену. Ты накормила? Накормила. Сухой, сухой. Больше ничего не надо. Ты ничего. Даже ты ему не помогал. Он покричал. Ну, кровать-то как манежек. Маленький манежек. Лег спать. Дети вообще не плачут. Семерых вырастил. Она не знает, чтобы гонялись за матерью и прочее. Этого нету. У нас с семьей десятеро было. Живых десятеро было двенадцать. Даже мы не знаем, что такое гоняться за матерью. Или мать бы за руку водила. Мы этого не видали. И для нас это просто дико невероятно как-то. Ребенку старшему мать передает его. Накормишь его. Там кашка в печке достань. И рожок там от коровы рог. И коровья сиськи от вымя привязаны. И через него молоко ему дуешь. Нормально, мягкое, хорошее. Никакой синтетики не было. А это все естественно. И вот он, ребенок, вообще ни разу не заплакал. Веселый. Я говорю, теперь посмотрите в его голубые глаза. Сколько уже вы перепортили? Это ваш ребенок. Почему же вы его не любите? Конечно, матери неприятно это слышать. А отец совсем соглашается. Совсем. Вот здесь мы молились два дня назад. Я четыре часа с ними беседовал. Там написано в баптизме в православии. Два ролика получилось. Все. Все вопросы отвечены. Она осталась на своем еще пока. Больше не надо трогать. Да я ей говорю. Еще не надо больше говорить. Она услышала все. Ни на одно слово она возразить не могла. Иконы, тысячелетнее царство, священство ей ответили сейчас. Возражение есть, возражение нет. Но что держит, не знает. Теперь только молитва. Чтобы не было приписано нам, я вот красноречиво говорил, она обратилась. Она не обратилась. А ты скажешь два косноязычных слова, она обратится. Там на ниточке все висит. И я ей сказал, у вас основания никакого нет держаться. Поэтому просто балансируйте сейчас. А ему охота здесь поселиться. Потеряевки. Мы ходили все смотрели. Таролики будут стоять. Нормальный человек. Она нормальная. Все. Но у меня такой путь. Но надо каждого уважать. Уважать не за что. Она находится в секте погибельной, вне церкви. А то мы должны уважать мнение каждого человека, оппонента. Нигде это не сказано. Я могу ненавидеть? Могу. Любящие Господа, ненавидьте зло. Псалом 96, 10 стих. В одном стихе. Любящие Господа и ненавидьте зло. А это зло от отделения от церкви. Научитесь просто категориями священного писания выражаться и радоваться. Все время ты сказал. Благодарю, что ты напомнил. Она обратилась, эта душа. Он пришел. Нынче у меня зимой. Никогда не было столько сектантов пришло в православие. Разные сектанты. Притом руководящие. Там 10 лет был у них пресвитером, как священником. И ехать все сюда. А далеко. Далеко. Там Финляндия. Там до Англии. Вы поищите там. Вы все нашли священников. Они крестились. Один поехал на Афон. Я вам писал, тогда все скидывал. Вы не забывайте. Мы о вас молимся. Нас не забывайте в молитвах. Это православные люди. Да как они могли? Мои роли никакой нет. Я просто возвестил то, что Бог сказал. Может быть, к месту угадала. Может быть, как раз по его настроению. Как обращается. Понятия не имею. Сеющий, поливающий – ничто. Бублик, король. А все Бог возвращающий. Но Бог делает все нашими руками, нашим языком, нашими ногами. Это его святая воля. Наша молитва ничего не значит. Кроме того, что она открывает дверь благодати Божией, и Бог тогда делает это. Не молитва. Молитва всего лишь показывает Богу наше доверие Ему. И тогда Бог это делает. Но мы помолились, вот у нас сразу вот это Бог сделал. Не человек. Но я молился – да. И, может быть, даже Бог услышал. Да. Ну, везде, конечно, и опыт надо. Если опыта нет, ты не знаешь говорить, не говорить. Первый вопрос – говорить или не говорить? Он задает вопрос. Отвечать или не отвечать? Вот вопрос, который я не знаю. Я сразу начинаю мысленно молиться. Помню, привезли мне человека. Близкого-близкого человека мне. Ее отец. Ну, как работал, она его прям привела с деревяшкой в руки. Он что-то там столярничал. Вот послушай, папа, послушай. Я ни одного слова не сказал. Он постоял, посмотрели друг на друга, и он вышел. А почему же ты не сказал? Не знаю. Просто уста закрытые. А как вы могли узнать? Тоже не знаю. Ты привела, а я молился. Уста Бог закрыл меня, ничего не сказал. То есть у него нет покаяния. Нет покаяния, не наступило время, придет другой день. Так вот. Вы уставшие сегодня с дороги, вам место уже выделено там. Мы освободили одну келью. Это избушки там, в лагере. Называется кельи. Ну, вас сколько? Трое? Ну, четверо, пятеро. Там восемь человек, так что еще вместиться. Ну, а если не вместиться? У нас гостиница есть. Но я не хочу вас отпускать. Вы должны быть в лагере. Вместе подниматься. Все вместе. Ляжете в любое время. Поужинали. Ну, очень желательно, чтобы два часа хотя бы прошло, чтобы горизонтально ложитесь. У вас портятся клапаны в кишечнике. Профессор Витебский это доказал. Не хотите болеть? Никогда до сна, при последнем питании, не делайте расстояние меньше двух часов. Ну, бывают исключения, там приехали. Но, в общем, держись этого. Иначе ты будешь болеть, у тебя там разные язвы, что угодно будет. И он из больницы всех выписывал, кто не подчиняется. Это один из принципов лечения. Почему это Бог установил так? Бог установил. Ты что? Поел и спать, ложиться. Бог не дал указания желудку. Там клапана, они работают в другом направлении, пропускают куда не надо. Если ты понимаешь, кто-то поел, лег и чувствуешь тебя там до этого. Все, не чувствовал никогда? Спинкер-поди, это называется. Мы за сухой закон. У нас никто в рот не берет алкоголя. Никакого, ни пива, ни брашки, ничего. А почему? По уставу положено. По уставу положено, но много пьяниц. Я глупый, а делаюсь совсем дураком. Все. Просто надо научиться стоять. Ну, я не могу, мне приносят подарок, я не люблю этот человек, он там волшебцем занимается. Выправдит за дверь, запри дверь, и больше там она не приходилось. И ты знаешь. Так он обидится, тогда лопай все, что дают. Что-то вопрос, даешь для искушения. Мне это они не принесут. Я сразу определил, показал, объявил, и никто не приносит, кроме двух человек, которые давно уже знакомы. И то, дома она начинает готовить, когда жены нет, и я один. Ну, время мне сократить. Пока она не благословится, я не... Она сварила, я уже не приму. В рамки возьму. Я и сам умею готовить. Все, что найду, крупу, манку, я все в одну кастрюлю. И вообще, залью, так она у меня, по счету, на две кастрюли получается. Прямо умножается на глазах. Суп никак не варится, а все время кашель. А до ночи есть как-то маленькое юмору подпусти. Ну, что ты все время такое, я говорю. Ну, не знаю, по старобряческим. Все еретики, один я спасусь. Бог спасает. А вы уверены, что в аптестине не спасутся? Я знаю, в ней церкви нет спасения. Они в ней церкви. Вот это я абсолютно точно знаю. Установление Божие. Ну, а вы же говорите, что у них Дух Святой есть. Да, Дух Святой коснулся их сердца, а они уверовали во Христа. Потому что никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но они засохли, и прежним, а может быть, у них ничего нет. Почему? Написано, многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере, не без веры. А Павел говорит, спасен в надежде, то есть, я надеюсь. Когда говорят, а ты спасен, наставят, это сектант, православный так не спрашивают. А ты веришь, что ты можешь спастись во Христе? Вот это православный. И в интернете, когда они подписываются, христианин — это сектант. Православный всегда пишет, православный христианин. Если скрывает просто христианин — это еретик. Он не христианин, он уже скрывается, уже что буршит в траве. Всегда Абсолютно всегда Ну вот бывает где-то какой-то кто-то с нами общался Он тогда подписывается Баптист Бывает адвентист АДС Но это единицы с которыми мы уже общались Чего вы прячетесь Вы считаете мы не правы Я не прав Вам легко меня победить Со мной Бога нет раз я не прав Со мной лукавый только демон А вы боитесь А вы с Богом Но раз вы боитесь это лучшее доказательство Что все наоборот Что со мной Бог а с вами нечистая сила Иначе вы бы меня не боялись Боятся как огня Даже вон Брат у себя со сеговистами Ты встретился? Там у него А я вот с братом разговаривал Кто на них страх напускает При моем имени Кого он назвал где это С кем общается И что с ними там делается Притом это абсолютно везде Где никто не знает Про меня Но только он назвал Книги то Священник Буквально лопается от злости Где на севере В Оркута У меня даже и книг там никаких нет Это духовный уровень Он сразу почувствовал Здесь опасность И он Что говорит Ничего не говорит Просто бунтует И все против Против Ничего не считай Ничего не бери Я ему показываю Комара Жужжание Жука И карканье Ворона Больше ничем нельзя сравнить Ну так и сравнивай Я бы хотя один остался И тогда не уступлю истины Святой Иоанн Затауст Да Калин Это плохо Ничего Все я с вами Во все дни До скончания века Он обещал быть А мне больше никого не надо Если он обещал А обещание его Говорит не ложно И теперь вникая в себя И в учение В себя и в учение 1 Тимофея 4.16 И занимайся с ним постоянно Дабы Спасти себя и слушающих Поступая так Спасешь себя И слушающих тебя А не поступая в себя В закон не вникая Ты ни себя не спасешь Ни слушающих тебя Это как раз тем Кто воюет против Истины Истины Инна Тихонович А вот Турталиана До 2000 Давай-ка я подойду к вам Все Турталиана До 2007 года Вот принимается же А после 2007 года Уже вот все Что он произносит Это уже все неверно Кто не принимает Нет Мы вот воспринимаем Все из речения До 2007 года Которые Были Я не пойму Вопрос Турталиана 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 Да А почему Ну а что у него А ну там вот Как я прочитал Что после 2007 Он как бы в ересь Пал уже И вот этот Все невозможно И 2007 Наверное 2007 Понимаете Что во-первых Мы не знаем Откуда отсчет Он жил-то В первом веке И открыто И открыто ли ему было Ну и Хочу я не хочу Но все-таки скажу Что он не канонизированный Ну да Но я просто прочел Вот и спрашиваю Ну ничего нету Я не слышал А даже он сказал Ну сказал и сказал Церковь называет Личное мнение Ни дня несчастья Никто не знает Господь это точно сказал Никто Ни сын даже Ни сын с большой буквы Сын То есть по человечеству А по божеству Он знал Я не отвечаю На вопросы Которые Никак не отображены В священном писании Никак Этого нету В канонах Этого нету Златоуста Нигде нету И поэтому Вопроса не было Не по назначению Мало ли кто что скажет Говорят о Серафиме Саровском Что он должен воскреснуть Там явиться То другое Нигде этого нету Обещания Обещания два Пророка И святые отцы называют Иноха или я Все Больше ни о ком Вот это все эти накрутки От пустоты У него в душе Столько места просторного Потому что Библия не занята Святой Библией И человек на эти навороты Принимается Во мне это не вмещается И не приближается Почему я переполнен тем У меня сосуд мой Переполнен И поэтому Всякое вот это Изречение От кого-то И оно не доказывается Писание Оно в меня не вмещается И я его не помню Я молюсь не о том Чтобы Бог дал памяти А дал памяти Чтобы забыть все это И никогда не поминать И нигде это не произнесу даже Сказал и сказал А может он не сказал Только написали Вот вариантов Это еще несколько Вот о чем мы говорили И вам подтверждаю Причастие будет До последнего Доколе он приедет Воспоминания К вечерю Господнюю А причастие совершает Только священник Отсюда и выводцы Священники А священник не бывает Без епископа Он бывает Когда епископа нет Но чтобы Это продолжалось Лет сто Никак нет Епископ Только положил А его убили Больше нет священников Все священники Не теряют благодати Потому что епископа Растерзали Нет Значит где-то рядом Дальше появится Епископ В другой местности Тайна ли где-то Это житель святого Анфима Некомедийского Говорит Даже епископ Не знал Что в этой местности Еще шесть епископов В этом городе И только Когда загорелось Все сожгли Тогда он узнал Сколько Немедленно крестить Которые готовились Воины уже Хворостом Обкладывают Храм И 20 тысяч Сожгли сразу 20 тысяч И выйти Двери открытые Это не как Старая вера Которые сожигались Только вот кусок мяса Переложил Вот на тот жертвенник И больше ничего не надо Иди ты домой Нет ничего Я сегодня говорил Как женщина Выскочила Идет отряд воинов Христиан сжечь А она выскочила Ребенка Дверь не закрыла Поймайте А куда ты бежишь В храм Вы разве не знаете Знаю Я иду уничтожить его А ребенка ты куда берешь Чтобы он со мной был Где я там и он будет Вот это вера А тут Да я Да ребенка Вся цель моей жизни Дети Ты проиграл уже заранее Ты не знаешь Что будет А ты скажи Я сделаю все Чтобы детей Привезти В вечное царство любви Вот это А как он знает Как мать Маковейская Седьмая глава Второй книги Маковейской Семь сыновей Возводила на костер На пытки Сама И уговаривала Я всех получу обратно Особенно последнего Как трогательно Прощание ее было Мучитель то ее говорит Ты побеседуй с последним Хотя бы спаси его И она наклонилась А сама Смотрела на мучителя И стала говорить Сын я не знаю Как я родила тебя Как ты была Десять месяца беременна Не девять А десять Месяца другого Значения были Но я знаю Что я получу тебя От Бога Все И церковь Отмечает их память Там считать страшно На сковордах Какое Испарение было Их живьем Жарили Кожу Сдирали с них Это в Библии Все написано Ну ты пример Себе то Что ты Сцепился то Дети Дети Только слова дети Они У них совершенно Отдельный род Они отдельно Питаются Отдельно глядят Так У нас что время Наверное где-то уже Нет Эти часы Только два раза в сутки Показывает Точное время Вот Двятнадцать Мы уже ушли Идти надо Идти Так Поблагодарим Богу Мы еще встретимся Здесь Мы рады Что вы Преодолели Это препятствие И это перед Богом Очень ценно Если препятствий Вообще никакого нет Никто нет Тогда возникает Сомнительная мысль Правильно ли я делаю Как враг может одобрять Но если враг тебя хвалит Говорит Думай всегда Какую ты глупость Мог совершить А если он поносит Это Совершенно нормальное явление Он и должен это делать Боже Слава тебе Всемогущий Создатель Мы не знаем Иного Бога Кроме тебя Ты обрадовал нас Что сохранил Наши братья В пути Приготовь всех К святому крещению И все необходимое Для этого За помощь Какую оказали Воздаю милостями Твоими Да будут они Благословенны И дом сей Тебе слава За все Отец Сын Святой Дух Амин Уходим в лагерь Только выходим Мы напрямую Так Так Все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому